Какой состав? Натолим тесто на кефире. Рецептов много. Можно, пожалуйста, погуглить и выбрать, который вам наиболее полезен. А в данном случае, какие ингредиенты, слои, как шлейф? Значит, тесто. Один стакан кефира, немножко соды, совсем чуть-чуть сахара. Погасить пол-ложечки чайной соды уксусом. Два стакана муки. Это получается тесто? Тесто. Основой. И оно первым слоем идёт, основой. Да. Так, дальше. Потом, я намазала тесто, размазала, вернее, тесто по противню, намазала немножко томатной пастой, затем пошли слои начинки. У нас в данном случае сервелат, колбаска, сверху репчатый лук, потом помидоры, перец сладкий, сыр и немножко соус. Соус смешанный. Соус смешанный, да. И дальше что произойдёт, когда-то всё практически уже готово? Ну как, готово. Это полуфабрикат. Ну сколько? Это кастрюля в попугаях. В попугаях есть одно крылышко. Одно. Большого попугая. И дальше что? А дальше всё это уйдет в духовку. На сколько? Примерно на 30 минут, духовочка на 180-200 градусов. На 180. И приготовить нам поможет печь Ханса. Конечно. Даже не знаю, если бы они за рекламу заплатили. Ну ладно. И сейчас всё готово. Остается в духовочку. Остается намазать соусом. Соусом. А где соус? Вот он. Я думал это сметана. Это смешанная сметана с вайонезом. И будет такая пицца, скажем. Будет домашняя пицца. Домашняя пицца не круглая, а просто прямоугольная. Можно выбрать любую форму. Просто я взяла среднюю форму. Понятно. Ну хорошо тогда. Скажи, что достоинство этого теста заключается в том, что его не надо раскатывать. А почему? А потому что оно получается совсем гуще, чем на оладьи. Его не надо раскатывать. Его просто нужно выложить в форму и разровнять ложкой. А, вот оно. Да. Это, между прочим, облегчает процесс. Понял. Ну что, скоро приду и мы закусим с вами со всеми пиццей. И распробуем ее во всем великолепии. И вот такой результат мы имеем в конце концов. После того, как достали великолепную прямоугольную фактически пиццу из духовочки. Все подрумянилось, все готово. Видно всякие штучки, овощи и даже колбаска по контуру. Остается лишь попробовать. Вот такой кусочек пиццы. Очень достаточно плотный. В большой, не большой, а плотной консистенции. И вот его высота, как у сала, практически полтора пальца. И вон видно у него состав. Идут слои. Первое тесто, потом сыр. Запах. Запах типичной пиццы. И на вкус такой же. Только гораздо вкуснее. Потому что домашняя пицца. Не какая-нибудь покупная. А сделана дома. Вкус нежный. Покупицы. Помидоры. Сыр. Расплавленный, да? Расплавленный. Расплавленный. Расплавленный.